всем привет с вами илья и не знаю видно ли ильич и сегодня будет выпуск из жизни музыканта то есть ответ на вопрос очень часто задают вопрос о том как сделать звук на репетиции и что должно быть на репетиции такое сейчас я иду именно на репетицию с нашим новым басистом в новом составе уже третья наша репетиция поэтому мы еще не запомнили куда чего тыкать но в общем все увидите и так встретимся на базе так начнем с того минимального комплекта на репетиционной базе во первых это конечно барабан установка все знают думаю это педаль или же кардан бас бочка том малый том или же альты их называют желательно 23 стойки соответственно хай хэйт крэш райт это по минималу ну кто там любит еще чайники вешать сплэшки так далее стул очень важная собственно весь барабанщика нормальный стул дальше это камбари камбари чем больше тем лучше тут стоит вот гитарный 100 ватт ник этот думаю тоже не написано даже больше 180 ватт чем больше камбарь тем лучше потому что тем меньше будет напрягаться тем дольше он прослужит тем меньше будет искажение в звуке собственно дальше микшер все микшеры по сути одинаковые их устройство надо конечно уметь пользоваться есть канал есть вход xls микрофоны с фантомным питанием если обычный линейный вход джек 63 инструментальный все что под ним идет это сразу ручка гейна обычно тоже громкость с нос насыщением перегруза именно типа бустера чтобы выделить канал именно они поднять чисто громкость потом частоты как правило это верхние возможно две середины и нижние дальше нас идет эффекты всякие различные ручки и снизу именно level громкость бывает также бегунок как у здесь никакой разницы то есть конкретно каждый канал идет свой эквалайзер если что бывает две середины запомнить да там обычно все указаны или по частотам цифрами или по названию нижняя середина та которая бубнит на локале собственно те же самые 450 герц тут четырехканальный он плюс дополнительные входа выходы и справа у нас всегда идет именно общий мастер общей громкости далее вокальная линия вокальная линия это обычно две колонки располагающиеся напротив барабанщика вообще в принципе запомните здесь довольно таки удачное расположение всего инструмента аппарата то есть бас комбик стоит рядом с барабанщиком потому что бас намного легче читается в миксе нежели перегруженные гитары но собственно это основной инструмент к верному барабанщику дальше барабан естественно у стенки в центре понятно дело шумоизоляция гитара напротив обычно ставится чтобы до барабанщика все-таки доходил звук здесь она стоит так что доходит до барабанщика и до басиста и очень большой плюс собственно маленьких репетиционных комнат в том что они маленькие все всегда слышно больших комнатах много отражений да еще есть плохая звукоизоляция появляется ненужный ревер на репетиции собственно еще один гитарный комбарь поменьше никогда не пользовался но он есть и вокал-вокал-вокал напротив барабанов почему здесь потому что если расположить сзади барабанной установки то железо собственно будет его перебивать дальше поговорим о том как собственно строить по громкости микс звук на репетиционной базе ну во первых за авторитет берем барабанную установку потому что это самый громкий инструмент это берем как сто процентов громкости от него настраиваем бас чтобы его естественно было слышно но чуть тише это где-то 90 процентов далее мы берем гитары гитары по сути на всех крупных фестивалях концертах это тихий инструмент для украшения общее украшение композиции настраиваться они еще тише процентов 80 а если это соло гитара то 80 ритм гитара 70 процентов от общего звука и в конце настраивается вокал вокал настраивается на сто процентов то есть наравне с барабанной поскольку это главный инструмент и именно он должен быть слышен в первую очередь на концерте собственно по звуку пока все дальше послушаем а 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова